Договоренность между Российской Федерацией и Норвегией по разграничению спорной зоны в Баренцевом море была достигнута еще в 2010 году. Однако до сих пор ее реализация проходит не совсем гладко. В Мурманске состоялось совещание, посвященное этому вопросу. Возглавил его заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович. Спорные районы Баренцева моря еще в 2010 году между собой по-братски поделили Россия и Норвегия. Но некоторые нюансы остались. В основном законодательные. Так, например, между рыбаками двух стран до сих пор возникают спорные ситуации на промысле. Эти проблемы и стали одной из причин совещания высокого уровня. Последнее совещание, которое мы только что закончили, оно касалось, как сказал Аркадий Владимирович, итогов так называемого переходного периода действия всем известного соглашения о разделении спорной зоны. И отрадно было понять, что те проблемы, которые были высказаны нашими рыбаками, они услышаны. И я надеюсь, что правительство нам и нашим, в первую очередь, рыбакам окажет в этом деле, в наведении порядка, скажем так, во взаимоотношениях с нашими партнерами норвежскими, хорошую, существенную поддержку. Вторым вопросом, который обсуждали на совещании, стала разработка месторождений углеводородов на шельфе Баренцева моря. После договора 2010 года, который определил границы спорных районов моря, появились опасения, что самые богатые части пирога отошли норвежцам. Аркадий Дворкович эти слухи развеял. Оснований говорить, что Россия проиграла в результате заключения договора, абсолютно нет. Все зависит от нас самих, как мы будем сами работать, насколько активно будем действовать в том регионе, который в соответствии с договором полностью подпадает под российскую юрисдикцию, и взаимодействовать с нашими норвежскими партнерами, там, где речь идет о трансграничных проектах. И, исходя из всего объема информации, который у меня есть, у нас намного больше потенциальных ресурсов в этом регионе, чем у норвежской стороны. Решение этих вопросов должно помочь усилить присутствие России в Арктике. Важная роль в этом принадлежит именно Мурманску. Немаловажный фактор – наличие ледокольного флота. Кроме того, аэродромы области можно использовать как отправную точку на пути к Шпицбергену, который будут развивать, а затем и к Северному полюсу. И мы будем строить логистический центр, научный центр. Сегодня говорили об этом, есть поручение вместе с Академией наук и гидромедслужбой. Ну, в общем, присутствие. Это очень важно, потому что сегодня Арктика очень интересна. И мы на всех островах вообще Ледовитого океана возвращаем присутствие. Создание логистического центра на Шпицбергене призвано решить и еще один немаловажный вопрос – развитие туризма. К примеру, оттуда до сих пор отправляются самолеты к туристической ледовой базе Борнео на Северном полюсе. Развитие инфраструктуры, по мнению ученых и чиновников, увеличит и приток желающих посетить живописные места Арктики.